приветствуем вас на нашем канале йорк тв если вы решили осчастливить себя и свою семью покупкой щенка йоркшерского терьера то вам понадобится необходимый набор предметов в первую очередь это конечно же корм на корме лучше не экономить покупайте корма премиум класса вот можно вот что то вот такого вот плана корм должен быть подобран по параметрам вашего щенка с учетом его возраста и с учетом его веса обязательно нужно будет приобрести какие-то определенные вкусняшки определенные лакомства для того чтобы вы могли дрессировать вашего щенка и поощрять его за какие-то определенные успехи ну что-нибудь вот такого вот плана тоже какие-нибудь печеньки сухие щенок должен откуда-то кушать откуда-то пить для этого вам понадобятся миски миски лучше покупать тяжелые керамические лучше не покупать пластиковые миски которые будут сдвигаться и озить по поверхности и мисочки обязательно должны быть на какой-то определенной подставке чтобы они находились на определенной высоте от пола чтобы щеночек когда кушает и пьет не нагибался для того чтобы он держал свою спинку держала самку в первое время щенок а возможно и впоследствии будет писать и какать дома для этого нужны пеленки которые вы будете подстилать не обязательно приобретать пеленки специальные для щенков и для собак можно покупать пеленки для детей они ничем не хуже но гораздо дешевле на этом вы можете сэкономить вот есть такие пленочки такого плана пеленки можно стелить на пол либо можно вот такой приобрести лоточек на который вы сможете ваши пеленки размещать как приучить писять щенка по команде и писять щенка на пеленочку вы можете посмотреть на нашем канале в наших видео щеночку нужно будет и вашей собачке где-то спать ему нужно будет свое место есть необходимые такие вот лежаночки у нас вот лежанка вот такого вот плана вы можете выбирать лежанки по своему усмотрению с учетом вашего интерьера по цвету по форме как вам и вашему щеночку понравится больше щеночка йорка необходимо купать раз в 10 дней для этого вам нужен будет обязательно шампунь и обязательно нужен будет кондиционер потому что щенки и собаки такой породы нуждаются в кондиционере в особом уходе за шерстью не обязательно использовать специализированные шампуни для собак можно использовать шампуни для людей для сухих волос вот примерно вот какого-то такого вот плана но особое внимание стоит уделить кондиционеру кондиционер должен содержать норковое масло которое очень полезно для шерсти такого плана собак для щенка нужны будут обязательно игрушки которые он будет грызть с которыми он будет играть игрушки лучше приобретать вот какого-то такого вот плана потому что есть ряд дорогих игрушек нет которые впоследствии деформируются щенок их сгрызает вот можете посмотреть вот здесь вот игрушка деформирована зубками щенка он их сгрызает и проглатывает кусочки поэтому очень внимательно и с особым трепетом отнеситесь к выбору игрушек для того чтобы щенку не навредить для ухода за когтями вам нужны будут необходимы вот такие вот ножнички для того чтобы коготки подстригать у щенков они отрастают гораздо быстрее чем у взрослых собак когда обрезаете кокси это примерно раз в неделю делается желательно подпилить какой-нибудь жесткой пилочкой нужно будет подпилить для того чтобы они не оставляли острые края коготков между лапками также шерсть необходимо будет состригать чтобы не обращаться постоянно грумеру и также сохранить вас бюджет вы можете обычными парикмахерскими ножницами делать определенный уход за лапками собачек интимную какую-то стрижку делать обстригать мордочку и вокруг носика у собачки для того чтобы шерсть не попадала в глаза если щеночка вы будете выгуливать зимой для щенка йорка необходимо обязательно будет одежда это не просто часть какого-то гламура и какого-то имиджа одежда щенку йорка необходимо потому что опять же возвращаясь к структуре шерсти у йорков нет подшерстка йорки мерзнут для того чтобы ваш щеночек не заболел нужны будут какие-нибудь комбинзон щеки какие-то защитные средства какая-то защитная одежда от дождя зависимости сезона вы сможете менять также желательно использовать какую-то обувь потому что зимой часто дорожки тротуары обрабатываются всякой химией для того чтобы щенки для того чтобы лапки вашего щеночка не повредить какие-нибудь такие вот такого вот плана резиновые сапожки либо сапожки с какой-то пропиткой нужно будет использовать для выгула нужен будет поводок желательно использовать пока ваш щеночек маленький какую-то шлейку для того чтобы какие-то удушающие поводки на него не надевать лучше какие-то шлейки которые одеваются на туловище они фиксируются даже щеночек если активный если он вырывается он его душить не будет также вот такие вот рулеточки для того чтобы ваш поводочек фиксировать лучше всего с каким-то фиксатором для того чтобы вы могли вашего щеночка контролировать чтоб он далеко не убегал с таким вот фиксатором очень удобно очень хорошо они есть либо ленточные либо вот такой вот кругленькой штучкой надеемся что наше видео было для вас полезным ваш щенок будет приносить вам только радость и счастье в дом смотрите наше видео с полезной информации по воспитанию щенка на нашем канале йорк тв если какие-то вопросы у вас остаются пишите обязательно в комментариях мы обязательно с удовольствием вам ответим на все ваши вопросы подписывайтесь и ставьте класс если наше видео было для вас полезным спасибо что посмотрели наше видео до новых встреч